Вопреки распространенному мнению о том, что сегодня редко встретишь человека, поздравляющего через старую добрую открытку, люди продолжают использовать почтовые карточки. Конечно, с развитием интернета и совершенствованием гаджетов написать пожелание путем смс-сообщения или, к примеру, передать привет по скайпу стало проще. Однако настоящая открытка – это своего рода самостоятельный подарок-сувенир, который бывает настолько красив и дорог адресату, что одним своим видом дает праздник на долгое время. Я очень люблю тоже поздравлять своих родных. Вот сейчас было 23 февраля, наступает 8 марта, очень много родственников, родных, которые живут здесь. Ну, не могу сказать, что за пределами, конечно, Беларуси, потому что у меня больше родственников в Беларуси, но очень… Отправляете открытки? Да, и письма, и открытки. У меня живут в России родственники, мы постоянно отправляем туда открытки. Ну и по Беларуси тоже. Есть знакомые, друзья, которым я посылаю в какие-нибудь праздники и открытки. Сегодня в каждом отделении почтовой связи представлен широкий ассортимент поздравительных открыток. Ежегодно Белпочта выпускает более 300 новых сюжетов открыточной продукции – открытки, почтовые карточки с достопримечательностями Синёкой, в том числе города над Бугом. Более того, в феврале предприятие презентовало новую услугу под названием «Поздравления с праздниками». Это уникальный онлайн-сервис, с помощью которого можно отправить открытку, поздравительное письмо, не выходя из дома. Достаточно заполнить несколько простых форм, и открытка ваша попадет уже адресата непосредственно. Оплата производится достаточно легко с помощью банковской платежной карты или через СМС. Оформить заказ проще простого. Интернет-сервис позволяет заказать поздравительное письмо государственным и профессиональным праздникам. Есть шаблоны открыток. Если хотите, чтобы почтовая карточка пришла адресату в колонн праздника, необходимо оформить заказ не позднее 7 дней до наступления торжества при пересылке по стране.